привет богатыри революционеры 4 оператора я интернет тестирую сотового тарифы но так называемые безлимиты и ограничения в них дофигища предыдущих трех я всех потестировал посмотрите в поиске на канале у меня наберите там все очень подробно я описал этот оператор мтс у меня не было sim-карты тариф smart безлимит ищи ну как безлимит ищи как будто до заявлялся как 15 рублей в день но сейчас почему-то резко стал 16 рублей 50 копеек то есть он может подорожать когда угодно тариф какой-то корпоративный как я понимаю или может быть они людям продают я не знаю но сильно урезанный нет раздача закрыта но надо платить 50 рублей тогда можно будет раздавать но тогда тариф получится больше 2000 рублей цена ну это уже очень ну для меня много ну я просто скорость и качество покрытия хотел потестировать ну и конечно цена тарифа тоже имеет значение потому что тут она получается но очень огромный для кого-то может быть не огромная кто-то кто-то тратит и 5000 рублей на связь ему 2000 будет зашибись так ну тут только торренты закрыты как обычно диапазоны которые есть у меня в модеме b1378 2038 б первого нету я не буду время тратить 3 7 самые ходовые вот сейчас стоит 3 но это только в модеме можно зафиксировать в телефонах по моему не фиксируется я не видел так сейчас посмотрим скорость ну и так про около 10 15 и так понятно ой еще и меньше даже сам сигнал отличный минус 67 децибел отлично скорость но вы сами видите это так я ничего не качаю нет нет я ничего не качается никакие не закачки не торренты это вот такая скорость очень ну дурацкая дурацкая скорость динарная может так побыстрее будет это шуте танка в мтс миллиардами долларов ворочает они то же самое блин фигня ну линия прямая хорошо видите линия прямая не падает скорость очень маленькая сейчас время утра никакой загруженности загруженность как я понимаю сам пик с 18 до нуля сейчас только вот там люди просыпаются какая 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 загрузка никакой загрузки так ну да ну просто ну просто ужас я так оценил вам b7 вы 7 ворона каркают минус 73 дцы сколько минус 70 децибел минус 71 отлично ну качество сигнала пик нормальный ну 30 бы конечно хорошо бы 20 о чем не красную полоску рисует интересно так такую картиночку рисует 88 просто 89 99 ерунда ну и все б8 по моему не работает вообще я включал я не буду снимать как модеме я включаю но поверьте что я включая что чем не тесты делать нет lte нету есть какой-то дисси аж типа плюс я могу на нем запустить тест все посмотрим это 3g не lte записывающий ролик я стараюсь тут да так то неохота даже как-то повторять все будет херово все херово и скорость маленькая и стоит дофига недоволен я так ну b1 тогда может потестировать давайте ну да может что-то кроме lte поймает да поймал дисси аж с псп плюс аж типа плюс так ну ладно еще сидеть поймался все нормально b1 я лте только хотел бы тестировать но и правильно что давайте все разница интернет есть 3 3 поколение это поколение это дисси наш фигня исходящие 3 ой а я я b8 ты не выключил сейчас что-то галка на нем осталось две галки стояла вот сейчас одна только b1 то надо было убрать галку с двух диапазонов вроде да то же самое что и было хоть дает мне потестировать не блокирует меня то еще и тест бы не мог запустить закроет там раздачу чуть еще ну конечно пользоваться не особо этим охота хотя как то я по моему подключал как-то давным-давно белая не 50 рублей в день было интернет по моему неограниченный да где день просто а тут я недоволен 1650 но как так получается это 50 1500 тогда просто я не месяц покупала недельку надо было купить там когда можно было так по идее 50 рублей ты за интернет в день это дофига так чтобы 8 хотел а бы 8 на пол тестировал до он тестировал то же самое 10 3 выдаю все так галка b8 вороны проснулись жрать хотят лечу они там о чем они говорят там на вирусе коронавирусе то тоже самое тестировал я ну какой смысл этот вот я не тестировал третье поколение ну что она вот дает 10 3 нас три мысли исходящий кое-как вот можно ушло время этого третьего поколения 12 3 ну что с этим делать неохота даже вот видеть это третье поколение так b20 до б20 посмотрим чё поймает lte поймал минус 77 децибел так давайте прям все частоты с частоты прям покрытию все она у нее алтае не во всех но тогда покрытие хорошие я думал вообще никакущая скорость это же диапазон 800 мегагерц я думал там скорость вообще поганая она шесть и три шесть и едва он что-то спала до завалилась 6 и 1 так это lte b20 800 fdd b38 b40 у меня тут модеме нету тдд 2 600 по поймался минус 83 децибела очень-очень слабый сигнал то цифра нормальная но сигнал 1 rp минус 117 так ну ладно так ну ладно и спать смотрим тдд нафиг он нужен что это вот такое 26 просто нафиг тдд нужен это хламин кто его придумал и же фддд вот это вообще это шок просто такая скорость 1 1 скорость так ну выводы сами делайте по мне ну самая заурядная скорость покрытие хорошая можно наверно говорить по телефону но качестве передачи скорости на высокой скорости я ничего не вижу так что какой 3 или 7 включить я не знаю даже давайте оба включу скай сам выбирает так ну так вот в общем огромная цена больше двух тысяч если раздавать скорость такая маленькая скорость сейчас утра нахожусь я ну нормально не не в подвале что это такое ну 66 было больше по моему 1515 что такое свалилась кто-то бросился качать или что и что это происходит почему такая мелкая скорость так ну все я протестировал просто но это самый худший тариф вот из всех четырех протестированных самый зажатый самый дорогой кому-то вам подойдет ну была бы какая-то скорость большая ладно ну ничего же такого вот мега привлекательного качество нового разговора у меня не рвутся и в других операторов но если вот покрытие там людям надо разговаривать да у меня ничего не рвалось я ну тут в этом месте нормально разговариваю покрытие до послабей у вас целиком ничего не рвалась разговоры интернет падает до вечера скорость ну сейчас не вечер сейчас не пик или это 8 утра пик что ли уже все проснулись вряд ли это утро или я утренний пик попал чтобы утренний пик что ли бывает почитать когда пики мне кажется никакой не пик час хотя люди просыпаются до 6 начинают просыпаться сейчас 8 часов утра утра так ну просто ужас ужас и я недоволен тарифом скоростью самый дорогущий самый закрытый можно обойти в пенами ими ими ттлами но это возня ну либо купить что-то готовое был там уже конечно продают люди готовые модемы можно купить не так это мега дорого кому возиться неохота и тогда заработаю ттл и раздача заработает торрент только через выпейн быстро заработает это на этот будет еще платить это еще еще один же это вываливать так ну вот все протестировал все что мог покупайте тарифы ну какие вам подходят покупать нужно вот так осторожно чтобы именно было то что ты хочешь если мне нужен тариф за саму сим-карту я заплачу сколько надо там должно быть раздача открыто нет привязки к и мы ее ну и торренты открытые хотя конечно я могу найти модем где решается проблема имеет ттл а но желательно сим-карта которая не требует этого потому что ты же можешь ставить и не в модем а в телефон многие телефоны вообще не перри прошиваются и не модифицируются то есть продавщик продавец должен быть надежный чтобы не выкидывать пустую за эти сим-карты от 500 до 1000 1500 по моему или даже 2000 бывает сим-карты продают так ну в общем то есть что выбрать на самом деле по мне я говорил предыдущих билайн которую билайн лазурит тариф и этот и мегафон у него бывает иногда чуть скорость побольше ну это надо смотреть конкретно по конкретному месту это так не скажешь что я тут сижу рядом человек сидит в том же городе у него может быть совершенно все другое и качество покрытия и и скорость на самом деле примерно тенденция думаю сохраняется сеть строят примерно одни и те же люди и проблемы одни и те же из тарифами это же централизованные фирмы и действуют они одинаково по всей стране ну вот так что цена тарифа примерно одинаково всех условия разные покрытие тоже будет может быть разная скорость мтс а на уровне я бы как оценил для уровне рост телекома билайна да чуть хуже билайна скорость но основном я скорость интернет тестировала 1 можно опустить все при первичная стоимость sim-карты скорость скорость мегафон билайна одном уровне скорость цена тоже на одном уровне поэтому мегафон и билай моем случае получает самый оптимальный выбор на данный момент январь 2020 год так ну а дальше как я говорил найду модем с агрегацией частот и потестируем хотя я уже примерно понимаю что никаких чудес там не будет я я это ожидаю никаких трехсот мегабит я думаю я не увижу на скачивание а на отдачу сколько 300 все равно 50 50 мегабит все равно исходящее исходящее вообще может быть 75 или 100 по монтажей нет но это все спасибо подписывайтесь ставьте уведомления сами там тестируйте все либо уже все готовы и покупайте всем пока друзья лиционеры